Доброго здоровья! С вами Руслан. И это продолжение правил контакта с внеземным разумом о мерах безопасности во время контакта с пришельцами. Пункт шестой. Различия в уровне развития разумов. Прямой и углублённый контакт с цивилизацией высокого уровня развития может вызвать слишком глубокие изменения в мировосприятии человека. Может спровоцировать катастрофическую и болезненную ломку понятий и жизненных стереотипов. Этого нельзя допускать по космическим законам, поскольку наблюдается несоответствие передаваемой информации уровню развития человека-контактёра. Контакт с ВЦ на равных уровнях по существу невозможен, так как изначально эти уровни сильно разнятся. Человеку нужно подняться на их уровень, чтобы быть с ними равным. То есть нужно быть таким же развитым во всех отношениях. Поэтому контакты с высокоразвитыми внеземными цивилизациями могут носить лишь строго ограниченный, как бы щадящий характер и не должны заметно влиять на жизнь выбранного человека. Передаваемая информация в данном случае проходит специальный фильтр, чтобы она не опережала события, которые ещё предстоят пройти человеку и его окружению. Во время контакта с ВЦ тщательно взвешивают каждое слово, оценивают вероятные последствия предложенной информации и предлагают информацию, адаптированную к мировосприятию контактёра. ВЦ обычно не выходят на прямые контакты с учёными и уфологами, потому что уфологи замучают их вопросами. Придётся многое объяснять и разжёвывать. Придётся рассказывать о своих планах и своей работе на Земле, что нежелательно для дальнейшей работы ВЦ и создаст им определённые трудности. Поэтому информация даётся в иносказательной, недоговорённой форме. Может даваться и некоторый процент дезинформации. Нередко информация подаётся в нераскрытом или поверхностном виде, в расчёте на то, что контактёр приложит усилия и сам докопается до истины. Готовых рецептов никто не даёт, ибо это был бы слишком лёгкий путь. Телепатический контакт близ населённого пункта Планёрское в Крыму в 1978 году. Пришельцам был задан вопрос, почему ВЦ не вступают напрямую в официальные контакты с людьми. Они ответили, что на том уровне, на котором находятся сейчас люди, это практически невозможно. Что это принесёт людям большие неприятности. Во время контактов с ВЦ 1, 2 и 3 типа из скопления плеяд выяснилось, что у них нет задачи выйти на контакт со всем человечеством. Но такая задача всё-таки запланирована на далёкое будущее. А земляне до этого прекрасного будущего должны сами дозреть. И это нужно и в том числе для нашего взаимного понимания друг друга. Ускорение же событий может обернуться большой бедой для обеих сторон. В истории развития человечества на Земле уже происходили неравноценные контакты инопланетян с землянами. И некоторые из них приводили к большим бедствиям, к мировым войнам, катаклизмам и истреблениям большей части живой силы на Земле. И это происходило и вследствие того, что у нас в Солнечной системе, и в том числе и на Земле, разворачивались крупномасштабные войны между противостоящими друг другу инопланетными цивилизациями. Но об этом возможно позже, ибо это уже другая история. Не секрет, что у представителей рода человеческого достаточно ярко выражено стремление получить больше и с меньшими затратами. И, казалось бы, оно должно найти полное удовлетворение при общении с более высоким разумом. Но они, внеземные цивилизации, довольно умело сдерживают слишком быстрые и незаслуженные темпы освоения новой информации, часто используя для этого всевозможные приемы. Автор информации – уфолог-исследователь Павел Хайлов. И на этом я с вами прощаюсь, но только до следующих встреч! Продолжение следует...